всем привет дорогие друзья вы на канале дневник люм мой канал про жизнь но и конечно же про творчество потому что я творческий человек и сегодня в этом видео я хочу рассказать про свои картины про свои работы которые написала не так давно поэтому приятного просмотра давайте начнем рассказ и зачем я начну рассказывать про свои картины вы можете подписаться на мой канал поставить напоминание на кого нажать на колокольчик и будем дружить первая картина которая хочу рассказать это пейзаж эта картина нарисована на холсте это холст на картоне и краски мои любимые это акрил я рисую в основном акрилом поэтому мои работы будут все написаны акрилом 1 это вот такая картина пейзаж я вам покажу поближе на этой картине я хотела изобразить небо которое готовится к дождю видно что в этом углу уже более темное небо здесь вот еще светло еще гроза дождь не дошли до горизонта также маковое поле и вдалеке деревья елочки вот такая картина получилась она вроде простая но мне она нравится я рисовала как раз здесь в тбилиси был период цветения маков мы часто гуляли вдоль дороги и там много росло как раз таких красных маков вот такая получилась картина следующие две работы я хочу вам показать которые я написала вдохновившись золотым солнцем я просто увидела картинку на пинтере золотое солнце и захотела тоже нарисовать такое солнце но вот что получилось вот такой журавль на фоне золотого солнца я думаю что это закат золотой такой и летящий журавль в небе вот так мерцает солнце это золотая краска акриловая тоже холст на подрамнике в этом случае вот и моя идея была была сделать не одну картину а например вот как у меня получилось 2 чтобы это была композиция чтобы можно было сочетать между собой картины они вроде как очень разные но при этом их объединяет как раз таки золотое солнце на этой работе стрекоза с такими серебряными крылышками да я здесь я добавила немного серебра вот ну и конечно же золотое солнце которое как видите очень переливается когда падает свет на это солнышко вот получились две такие работы конечно же можно по отдельности до в интерьере использовать а можно вот таким образом две картины сочетать между собой как-то разместить на стене и такая получится композиция с единым с единым золотым солнцем вот такие две работы следующие две работы это они не сильно похожи друг на друга это не можно считать этой композиции как из двух работ из двух картин но их кое-что объединяет я сейчас расскажу наверняка вы все знаете такого художника как ван гог его работа не очень знаменит и сам он очень знаменит и мне нравится его работа я не скажу что это мой любимый художник но его работы интересны они необычные их и их интересно смотреть и изучать и вдохновившись ван гогом я решила тоже написать картины но не в стиле ван гогом я только ближе взяла его идеи что он изображал на своих работах на своих полотнах конечно же мне далеко до ван гога но спасибо ему за вдохновение если вы помните ван гог рисовал ирисы это такие цветы и я тоже решила нарисовать эти красивые цветы как раз тоже я писала эту картину когда на многих клумбах цвет ли цвели ирисы и как раз вот такие темно-сине-фиолетовые и светлые фиолетовые были белые с бордовые и получилась вот такая работа это холст на картоне тоже мер этого холста здесь даже написан 20 на 25 цвета на моей картины немного похожи на те цвета которые использовал в своей работе ван гог то есть у него тоже яркий желтый яркий такой синий фиолетовый и это тоже как своего рода вдохновение от него и получилась вот такая работа навеянная работами ван гога вот такая так она выглядит я покажу вам поближе фон тоже здесь вот он более темный сюда переходит светлый то есть свет вот сюда светится и аж кажется что это горит этот угол картины прям как будто он горит вот так он выглядит так выглядит картина а я здесь прикреплю картинки именно картины ван гога чтобы вы увидели его работы и мои конечно же я ни в коем случае не ставлю их как бы на один уровень потому что это невозможно но что-то общее в них есть хотя бы в теме в теме картины и в оттенках которые используются в работе данной вот и вторая работа она также навеянам ван гогом здесь вот вы ее уже видите это подсолнухи конечно же они абсолютно не похожи на те подсолнухи которые написал ван гог но спасибо ему за идею да у меня получилось такой натюрмор да цветочный с вазой с темно-синей и такими немного лохматыми подсолнухами но в этом их прелесть потому что в природе очень мало супер симметричного супер ровного очень часто почти всегда все цветы они не одинаковые не разные не могут быть где-то чуть-чуть лохматыми да как в моем случае вот поэтому получилась вот такая работа это холст на подрамнике также это акрил да как я говорила я пишу картины акрилом вот такая вот работа то могу сказать про сложность в работе для меня для меня сложность симметрия потому что то что создает человек руками или скорее завод да какая-то машина создает на скорее всего сделает супер ровная супер симметричная но в моем случае мне почему-то всегда трудно дается именно симметрия так как так и с этой вазой я немного попыхтела чтобы она была хотя бы немного ровная с одинаковыми сторонами а вот мне все-таки ближе писать природу потому что здесь я не боюсь сделать что-то не таким супер ровным не таким супер правильным так скажем я могу спокойно сделать кривые ветки косые косые заборы я не знаю так далее вот так чтобы такие работы это новейные ван гогом вот получились я надеюсь что мой рассказ такой краткий довольно таки о моих работах вам понравился если это так не забудьте поставить лайк и можете написать в комментариях какая вам работа понравилась больше ирисы как кстати правильно ирисы или ирисы уточнить словаре или это может быть подсолнухи вазе или это просто пейзаж с маковым полем и вот эти вот две работы золотым солнцем мне будет очень интересно ваше мнение поэтому обязательно напишите в комментариях какая работа вам больше всего по душе спасибо что смотрели это видео я очень рада делиться своим творчеством это то что меня вдохновляет и зажигает к сожалению у меня не так сейчас много времени чтобы спокойно сесть разложить кисти и краски но я очень надеюсь что в ближайшее время я напишу еще какую-нибудь картину и обязательно сниму видео как я рисую я думаю такой будет мини урок для тех кто тоже любит рисовать вы можете присоединяться ко мне и мы будем с вами вместе творить творить красоту потому что это все красота то как мы видим красоту вокруг мы можем перенести на холст на этом все спасибо за внимание и пока пока